Привет всем, привет всем! С вами Лига Мюзик Варс. Недавно у нас закончились выпуски по оружию, где я рассказывал, как оружие можно выбирать с 6 по 30 уровень. Но, однако, есть еще очень интересная рубрика Технарь. Сегодня будет второй выпуск от Биг Сайза, где он расскажет об эффективности и выборе актуальной стратегии для любого оружия. Давайте вместе посмотрим. Ну и, конечно же, проставляйте лакосики и пишите, если что-то непонятно в комментариях. Всем привет! Решил записать видео по оружию. Как известно, у нас в игре их около 130 штук, которые может использовать персонаж, который можно выпить вообще. И из них около 15, ну, будут более-менее нормальными, которые намного лучше всех остальных. В принципе, привязки к уровню нету, которые вам подходят, ну, то есть, более выше по тиру, который у вас есть, оно и будет лучше. Ну, то есть, мы не берем, вот если персонаж с очень маленькими там статками, что ему лего будет в уроне, как его сила давать. Да, и сейчас такого в игре уже давно нету. Буквально за месяц можно раскачаться намного сильнее. Поэтому так. Ну, я распределял оружие по тирам, ну, от самого слабого к самому сильному. И в порядке возрастания идет. То есть, справа налево, то есть, справа самое слабое, слева уже более сильнее будут. Ну, все оружие, соответственно, 25 уровня приведено будет. При условии, если у противника, ну, противника кожи против легкого и брони против среднего или тяжелого оружия, соответственно, оружие переходит на тир выше. Во днях, в случаях, на два. То есть, если у противника нету кожи против легкого оружия или брони против среднего тяжелого, то там, естественно, это оружие покажет себя намного лучше. Урона будет заходить немерено. Ну, при наличии в магазине формулы на дистанционке, но она является самой сильной формулой, самой балансной. Ну, в период весь весны она есть, лето и во время Хэллоуина. Также повышается на один тир. Ну, то есть, этой формулы по факту нету на Бест. Как на Бест? На Бест она есть, а вот именно после Беста, вот как раз у нас 12 число сейчас, сейчас, до 22-го ее не будет. В этой формулы. Потом ведут Хэллоуин, и она будет. Ну, и на Новый год снежок там есть, он не вставляется в массовые дистанционки. Но я не помню, есть у него горение или нет. По-моему, нету, поэтому на период зимы тоже этой формулы не будет. Ну, в принципе, самое слабое оружие, это 6-й тир. Чисто оружие для 4-9 левелов. Самое слабое, это Осколыш. Хоть у него единственная из-за всех пассивка самая полезная, это урон дает, кровотечение. Но оно легкое, ближнее. То есть, ближнее. Оно всегда слабее среднего. То есть, палка, у нее точность 85%. Бесполезное это умение. Если ловкости больше твои, то там, по-моему, больше заблокировать, шанс больше или уклониться, что-то такого. Микрофон он, то есть, средний у него 95% точности. В принципе, сойдет. Робор он тяжелый. У тяжелого есть преимущество. Тяжелый пробивает у вороты. Ну, чисто с пассивки даже, но все равно оно покажет себя лучше. Но опять надо иметь в виду, что если выкачивать мощь Геракла, то на четвертом, на пятом, шестом уровне ее не получится выкачать. Она падает только с четвертого уровня. То есть, это уже проверяли, это ответ разработчиков. Один человек потратил 3000 рубинов просто так. То есть, если есть восьмой уровень, девятый, то можно мощь Геракла на пятый уровень выкачать только начиная с четвертого. Не знаю, почему так. У них был предлог, что нету никакого тяжелого оружия там на первом, третьем уровне. Хотя вспомнить молоток, он там есть. Странно. Ну, в принципе, часто встречаются эти оружия. Самое слабое тут считается 6 ситхов. Урон у него большой, но если посмотреть на статы, у всех персонажей на 30 уровне он там в миллион, в полтора, это как бы его урон там в 200 тысяч. Ну, такая себе прибавка. Пассивка тоже слабая, просто атаку на 10% увеличит. Ближе к лейту. треть конденсатора, не знаю, эффект слабый. Ну, первое, это дистанционка. Дистанционки, они полезны тем, что из-за того, что вы не можете получить ответку и сами ее нанести, вы как бы уравниваете разницу вашей ловкости с противником. Поэтому, в принципе, дистанционки тоже полезны будут. Тем более, самое полезное в подземке. Поэтому лучше всего в подземке с дистанционками ходить. Ну, пера кровотечения есть, как бы, это полезное свойство. У мушкета, у него крит на 10% увеличивается, если ловкости меньше, что-то там такое, или таланта меньше. Он дает 10% криту, это, в принципе, тоже полезно будет на подземке в том же самый. Ловлятор, ну, 90% точности. Легкое оружие, слабое, дает только понижение ловкости и силы. Ну, ловкость понижать сейчас в наше время, это бесполезно, тем более, если учитывать, что у всех есть дистанционки, кто с этим ходит, вообще без разницы. Ну, и силу не сильно понижает от 25 до 30%. Это один конденсатор снять, там еще бафа будет, там процентов 150 от силы. Кирпич это, ну, недооцененная лего, я считаю. У нее это среднее, то есть средний вес, она против брони хорошо работает. Ну, не против брони, а против кожи. Кожа на нее не работает, на слабых уровнях ее часто берут. 7% за станет, ну, в лайте это может выиграть игру запросто. То есть, стан, двойной удар, два крита, все, перса нет. Из одного стана. Ну, гарпуны сюда поставили только из-за того, что в него идет 20% увеличенного урона по монстрам, то есть, на подземке он работает, увеличивает урон. И на дрожжи тоже работает, увеличивает урон. Но, опять же, у него только 90% точности, никакого эффекта кровотечения или увеличения урона в обычном бою нету. Ну, против персов, то есть, в смысле, в турнирах или в чем-то. То есть, в принципе, не сильно такая имбовая лего. Ну, демониста на 28 уровне, по-моему, лего. Точность у него тоже не 100%, там 95. Но, с ней можно на 30 уровнях, в принципе, поиграть через полет дракона, чтобы больше урон. Ну, и силу она понижает на 30-35%. То есть, тоже будет полезно. Ну, четвертый тир, это, ну, я поставил сюда эту пилу. Не знаю, почему, но потому, как бы, у него 85% точности, это самая низкая точность в игре, которая есть. Это просто постоянные будут лететь эти промахи. Ну, то есть, когда в бой смотреть у перса, у него есть там, когда вы стреляете или бьете, есть два отображения. То есть, сверху показывается по противнику либо оборот, или промах. То есть, и промах, то он, то есть, это из-за того, что плохая точность и оружие, просто промахнулись. То есть, не того, что перс уклонился, просто в оружии плохая точность но у него присутствует увеличение урона тоже по монстрам то есть на подземке на дрожжи будет увеличенный урон ну и также у него есть кровотечение то есть бы в принципе ну может стоять и выше дальше в принципе оружие которое часто много кто использует в основном это тир 3 это принципе считается всеми использованы оружие которые частности используются но самое слабое это жало конечно 30 как если очень много кто не берет кожу если там брать жало то урон просто намного больше будет я бы то доставил это жало выше конечно а так на любом уровне сгодится стопроцентная точность 18 процентов шанс отравления это большой шанс не часто вылетают оружие годное кислотрон принципе на оружие это массовая дистанционка да у нее есть свое собственное отравление но на ней не работает снайпер и в принципе это все частично то есть покрывает отсутствие снайпера покрывает то что на тяжелое оружие не работает у ворот то есть если противника у всех есть у ворот даже всех 30 взять там они по любому должны быть это игнорирует 21 процент у ворота ну это на самом деле много потому что еще с коктейлей там boost идет поэтому это оружие под формула может зарисовать но опять же 90 процентов точности ну выше поставить только за отравление я не стал топорик это дистанционка с поломанной механикой то есть если ловкости меньше то на 15 процентов больше урона влетает ну поскольку даже если ловкости будет больше без учета зеленый то там эффект будет постоянный этот ну это еще хотел разобрать это все с этим поломаны в механике кололки и топора может писать разработчикам чтобы они сделали это все нормально но пока это умение сильно балансная рпг в принципе без без какого-либо эффекта снайпер тоже не работает так как она тяжелая но против него не работают у вороты и в принципе на 14 уровне она уже становится доступна это первое массовое оружие принципе она стоит наголо выше тех оружий которые есть до 18 уровня ну конечно не выше кололки но если будет опять же формула то это оружие придет на тир выше ну как и пушка пушка это по сути то же самое только на 21 уровень и у нее есть уже кровотечение то есть уже урона будет больше вылетать если она прокнет дальше стоит кололка всеми любимая она идет на 12 уровень сотка точности такая же поломанная механика как у топорик то есть практически всегда будет ну всегда будет эффект это увеличение урона дальше идет коса ну коса это дает отжор 2 процента максимального хп вначале это как бы не сильно заметно вот когда персы доживают до лейта то тогда уже будет идти отжор в конце дикий с помощью двойных ударов всего можно жить то есть там идет снижение урона от пояса и урона в тебя заходит меньше и с этим ажора можно прожить намного дольше ну узи это уже первое оружие 18 уровень на который работает снайпер в принципе эффекта там никого кого нету но поскольку это уже как бы первое массовое оружие то но стоит выше тир 2 но это принципе оружие которое уже стоит на голову выше это понятно томикан снайпер работает есть кровотечение но там 95 процентов точности в принципе хорошие ну одно из лучших оружие но там есть оружие который еще посильнее дальше связка миниган плюс коса но это миниган конечно 25 должен быть и заряжен патронами это не с на оружием которое как бы урон должен соответствовать нынешнюю как бы жиру потому что в каком 20 в двадцатом году его добавили 25 уровня тогда у него сейчас у него урона 200 200 с копейками тысяч под патронами за пять звезд они про он будет до 700 урона там разгоняет на 700 тысяч поэтому если взять на турниры там в принципе это связка будет сильная 36 ходу выбивать петова потом уже когда хотя бы половина выбилась уже приходит переходится на косу плюс снижение урона в десять процентов этому полезно будет ну и м к на 24 уровень как бы та же самая поломанная механика что и укололки и топора ты всегда работает эффект увеличения урона на 15 процентов и этот урон увеличивается у всех именно не просто прибавка именно в общем усиливается то есть помимо всех бафов там фехтование снайпера тому вот этих вот всех то есть это то паштетов которые по парням там увеличит урона 20 процентов там и всего этот урон увеличится еще на 15 из-за этого эффект поэтому так много урона влетает ну в принципе и тир-1 идет самое сильное оружие на данный момент считаются это миниган плюс коса я объясню глаздомет и калаш в чем прикол обратно минигана плюс косы но это отдельно идет для персонажей у которых есть как минимум шестой марк который дает 25 процентов к стаду то есть очень полезно когда идет на первом ходу ну на первые шесть ходу есть миниган который снижает урон по счету от марка на 10 процентов и он дольше держится соответственно больше петова получают щитки и хотя бы от одного выстрела калаша уже могут выжить ну и сами 25 процентов прибавки к стад от марка у него есть поэтому топовым персом это сборка тоже зайдет гвоздомет в чем его прикол это вообще оружие которое можно в магазине банально купить ну поскольку сейчас никто не ставит каменную кожу это гвоздомет это единственное оружие которое легкое ну то есть легкое массовое дистанционное оружие то есть она именно против него не работает броня против него заходит полностью урон если не брать кожу а если против него заходит полный урон то там намного выше урона будет чем у калаша против против брони так что в принципе она находится пока в тир-1 если будет кожа то она просто переходит в тир-2 потому что эффекта никакого него нету просто сотка точности и все так ну и самое сильное оружие на данный момент это является калаш банально из-за того что не из кровотечения и грубо говоря постоянное десяти процентное увеличение урона ну то есть если есть каменная но если есть броня или каменная кожа но поскольку без брони играть но если видели перфекта без брони когда он ее не стал брать чтобы этот эффект не работал он часто сливался только из-за того что броня идет 26 процентов она тоже общий урон снизит а калаша влечит только на 10 ну то есть все равно профит есть от брони то есть брони играть нереально против калаша поэтому калаш является на данный момент я бы сказал самым сильным оружием ну и тир 0 это те у кого когда будет форму то есть будет формула это оружие просто перейдут все выше на массовое альциационное оружие поэтому так просмотреть выбрать для себя что удобнее качать или что удобнее купить потому что сейчас ну и так много висят всяких легендарок они все бесполезны за них много цен дерут за те же самые там бензопилы там за мегатроны эти оружие сами по себе намного слабее этих не отваливают они с такие же самые там рубины а по факту они все бы стали как нельзя как бас-матч них эффекта было бы ровно столько же вроде бы что хотел рассказал не знаю еще полумелка может что-то запишу так всем спасибо до свидания а